Относительно встречи Путина и Ким Чен Ына, Владивосток, космодром Восточный, почему именно была выбрана эта площадка, потому что туда ничего не прилетит? Да, потому что может быть вот там у них какая-то там ПВО стоит. Ну, во-первых, очень много деталей, важных деталей. Путин не поехал в Северную Корею. То есть Путин не решился поехать сам в Северную Корею. А может быть потому, что его Ким Чен Ын туда и не приглашал. А вот теперь мы узнали, там сегодня я прочитал в телеграм-канале, что по окончании всей этой встречи, значит, Ким Чен Ын пригласил товарища Путина отплатить ему обратным визитом. Пригласил его в Северную Корею и Путин там с радостью согласился это делать. Но сроки не согласованы. То есть мы не знаем, когда это состоится. И Путин, скорее всего, Ким Чен Ын сказал, да-да-да, я приеду в надежде, что либо Падишак умрет, либо Ишак. В Турцию он уже к Ардагану слетал, Путин, как известно. Да, в Турцию слетал к Ардагану. Он слетал уже в Индию на Большую двадцатку. Он слетал уже в Южную Африку на Саммит Брикс. Он слетал еще и еще куда только он не слетал. Вот теперь в Китай мы ждем, когда он слетает. Ну, на самом деле, конечно, встреча символическая, безусловно. Потому что все-таки два изгоя мировых таких, самых больших два изгоя. Вот еще бы Асада им туда и Николаса Мадуро. И вот тогда четверка, это вообще была бы такая карточная игра. Были бы четыре вальта мировых таких или клоуна. Четыре клоуна, четыре диктатора. Ну, два вот такие встретились. Ким Чен Ын не приехал к Путину на Восточный экономический форум. Это тоже символика. Потому что, судя по всему, товарооборот Российской Федерации и Северной Кореи очень маленький, либо вообще его практически нет. Вот. И у них там были просто секретные какие-то обмены в военной области. Ну, мы знаем, что Шойгу ездил подготавливать этот визит непосредственно, кстати, в Северную Корею. И чем, кстати, Путин унизил, опять же, Ким Чен Ына. Да, потому что, вот смотрите, он же там говорил, что вот вы там празднуете 75-летие образования, значит, КНДР. Великая такая вещь. Да, Вовик, а почему ты тогда к нему не приехал праздновать? Почему ты послал какого-то Шойгу, который знать никто и Тувин вообще? И, в общем, мы здесь понимаем, что на самом деле там не все так просто, не все так безоблачно. Встреча на космодроме – это показать, что они в основном говорят, конечно, о каких-то ракетах. Формально космодром Восточный считается гражданским космодромом. И это очень смешно было делать, потому что Российская Федерация говорила, вот мы строим новый гражданский космодром, настоящий, целый, исключительно гражданский космодром. Поэтому его будет строить компания «Спецстрой» Министерства обороны. А когда компания «Спецстрой» полностью провалила стройку, выявлено было 15 миллиардов рублей воровства, взяток и прочих всяких вещей, отстранено от руководства все, от работы все руководство этой компании и посажено в тюрьму, кстати, там их человек 10 или 15 посадили в тюрьму этих начальников «Спецстрой». «Спецстрой» был ликвидирован, просто ликвидирован, и торжественно космодром Восточный перешел под управление Министерством обороны. Мирный советский трактор пахал поле у советско-китайской границы. На него напали хунвейбины. Мирный советский трактор открыл огонь из всех орудий и отбил набег китайских хунвейбинов. Вот это старый советский анекдот. То есть вот мирный советский космодром Восточный, он такой же мирный, такой же гражданский, как мирный советский трактор. Вот дальше вообще место очень символичное, потому что хуже стройки при Путина вообще нет. Вот поискать надо такое место. Вот помните у Булгакова плохая-плохая квартира? Вот это вот плохое место такое, потому что задумывали этот космодром, Путин его задумывал аж в 2004 году. А только к 2007 году начали разрабатывать какую-то документацию. Только к какому-то 2011-2012 году начали строить. Он говорил, что мне вот кровь из носу к ноябрю 2015 года сделайте первый запуск. То есть долго запрягали? Да, очень долго запрягали, потом очень долго строили. И первый запуск не состоялся в срок, его отложили, значит, до апреля 2016 года. Хотели к дню космонавтики 12 апреля, получилось 28 апреля. Откладывали, откладывали, откладывали. С 2011 года поменялось 6 руководителей Роскосмоса. Народ бежит с этой стройки, туда просто никто не хочет идти работать, потому что далеко и так далее. Ну и последняя цифра, которую Путин назвал во время Восточного экономического форума. Вот вы представьте себе карту большую, большую карту Российской Федерации. Значит, есть европейская часть, которая формально в географии, вот мы все там в школу ходили, значит, нам всегда говорили, что Европа заканчивается Уральским хребтом. Вот до Уральского хребта, если с запада идти, это Европа, а после Уральского хребта, это Азия, значит, Сибирь и Дальний Восток. И Сибирь и Дальний Восток – это гораздо большие территории, чем вся европейская территория. Европейская территория – это очень маленькая территория. Путин сказал, что вот на той оставшейся территории, которая за Уральским хребтом, проживает 12,5 миллионов российских граждан. 12,5 миллионов. Это меньше 10%. Получается, там сколько? 8% от заявленного, заявленного числа российской Федерации. Вот, кстати, мне постоянно в моем канале, когда я что-нибудь говорю, там что-то со связью, по-моему. Вадим, вы меня слышите? Все нормально, все нормально. Немножечко картинка зависла, но звук хороший. Да, завидко. Но если звук шел, то нормально. Так вот, мне, значит, регулярно делают замечания мои зрители, что что вы говорите там про 145 миллионов? Нету никакого населения в 145 миллионов. Там, дай бог, 80 и 90. Вот. Ну, правда, я им говорю, ну а на чем вы основите данные-то свои? Но вот там есть люди, которые убеждены в этом деле. Вот. И я, кстати, не удивлюсь, потому что мы же понимаем, что вот последняя перепись населения, которую Путин пытался организовать во время ковида, она, или там сразу после ковида, она не состоялась, потому что люди просто отказывались участвовать в этой переписи. Вот. Но смысл какой? Что все эти истории с Восточным экономическим форумом и со встречей с кем-чем ином – это надувание щек. Это вот простое надувание щек. Это что, показать, что к ним еще какие-то вот лаосы какие-то ездят, там какие-то люди, там вот вице-президент к ним приехала, или там чего там, может даже и не лаоса, а чего-то. Ну, по-моему, лаоса, да? Которая на форуме там с ним сидела. Вот. Что он типа не в изоляции, вот какие-то африканцы к нему ездят. Вот видите, Эрдоган даже к нему приехал, аж целый президент Турецкой республики одновременно, страны НАТО. Вот. Так что, в принципе, он все-таки еще не в какой-то изоляции. Но мы понимаем, что все остальное это просто надувание щек, потому что, вот допустим, он сказал такую цифру, он говорит, видите, у нас вот в этом регионе выросла там на 13, там 20, 40 процентов товарооборот с этим регионом. Да. Понимаем, что он вырос, конечно, потому что там с Китаем выросла торговля, с Индией выросла торговля в обход санкций западных. Хорошо. Но он потерял европейский рынок. И те 11 процентов, 12 процентов или 20 процентов роста товарооборота с этими странами, они не компенсировали абсолютно потерю огромного европейского рынка и так далее. То есть, в общем, разбирать, если это с экономической точки зрения, с политической, с геополитической, это мы с вами можем там неделю сидеть и на каждой запятой, каждое слово. Но принцип очень простой. Путин врет постоянно, Путин притягивает за уши постоянно, но другого у него, ему ничего не остается. Сергей Олегович, вот эту состоявшуюся встречу Путина и Ким Чен Ина вы называете надуванием щек. Давайте вспомним то, о чем писала международная пресса, в частности, Блумберг, накануне этих переговоров, что будут достигнуты определенные договоренности о том, что Северная Корея будет предоставлять вооружение, боеприпасы, а Россия будет давать Северной Корее Ким Чен Ину технологии, удобрения, деньги. Если говорить о конкретике, о конкретных результатах, договорились, не договорились? Ваше мнение. Мы ничего не знаем, раз. Во-вторых, формат этой встречи был очень короткий, и поэтому я не думаю, что во время этой встречи вообще чего-то договорились, о чем договаривались. Потому что для того, чтобы договориться, нужно, грубо говоря, два руководителя должны поговорить два часа, а потом делегации должны поговорить неделю целую, подписать кучу договоров и больше того. Вот вы знаете, всегда, когда проходят какие-то форумы вот такие, какие-то встречи, нам говорят, вот там подписано на 15 миллиардов договоров. На самом деле, никаких договоров там не подписано. Там подписываются обычно протоколы о намерениях, какие-то планы, а потом из них реализуются, из них реализуются уже в конкретные контракты, дай бог половина, а на самом деле треть, и из этих контрактов, дай бог половина, а на самом деле треть, исполняется. То есть, на самом деле, пока что ничего из этого дела нет. Это пока что все словоблудие и надувание щек. Именно поэтому я говорю надувание щек. Но это все равно опасная вещь, потому что они начинают активность какую-то. Самое главное, Путин и Ким Чен Ын показали, что два изгоя объединяются. И хуже того, самая плохая вещь, которая состоялась по итогам этих переговоров, что Китай и Россия приняли официальное решение соблюдать в полном объеме санкции, которые приняли против Северной Кореи организации объединенных наций. Это не какие-то там плохие западные страны, а это аж целая ООН приняла резолюции о санкциях против Северной Кореи. И Россия и Китай эти резолюции, во-первых, проголосовали и в совбезии на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в свое время. Это давно уже было. Вот. И соблюдали более-менее. Хотя там разведки западные говорили, что есть некая активность, которая идет на нарушение санкций ООН. Но вот сейчас они даже не просто серый какой-то нарушение этих санкций, а просто открыто сказали, что они их соблюдать не будут. Это геополитический самый главный итог этой встречи. Вот это самая опасная вещь, которую мы видели. А дальше, вы знаете, вот то, что нам говорят, ну вот та же самая мобилизация. Посмотрите, когда в прошлом году, накануне 24 февраля, Путин готовился к войне, мы видели реальные передвижения сил и средств. Потому что не надо забывать, что мы живем в третьем тысячелетии. Спутники у одного, Илона Маска, две с половиной тысячи спутников летают над нами, над нашими головами каждый день. Если взять всю космическую группировку, там тысяч десять, наверное, спутников сейчас над нами летают вокруг Земли. И поэтому все, что движется по Земле, это все отслеживается. Есть разведанные спутники, американские, натовские, французские, китайские, российские, корейские, израильские, какие угодно. И пока что эти все средства наблюдения, они не показывают, не фиксируют никаких передвижений. Да, они сказали, что есть какое-то движение, чуть-чуть пошло там в Северную Корею, в Россию. Но оно не сопоставимо ни с какими огромными объемами. Потому что вы сами понимаете, что для того, чтобы перебросить миллион снарядов, нужно очень много товарных поездов. Да, вот пока что никаких много-много товарных поездов не перемещаются из Северной Кореи, ни в Китай, ни в Россию, ни из Китая в Россию и так далее. И пока что в этом смысле, и, кстати, даже, даже, вы знаете, даже вот та мобилизация, о которой там говорили, что вот Путин мобилизовал там, я не знаю, полмиллиона народа в какую-то армию. Вот когда 180 тысяч 24 февраля накануне стояли на границах, мы эти 180 тысяч видели. То есть, ну, не мы, а там разведные спутники. Когда лагеря Вагнера были в Белоруссии, их разведные спутники видели. Вот сейчас никаких этих 400 тысяч никто не видит нигде. Ни в Ростове, ни в Краснодаре, ни в Ставрополье, ни в Воронеже, ни в Белгороде, ни в Брянске. Нигде их не видно. И на фронте их не видно. То есть, есть какие-то старые части, которые видны, а вот нового полмиллиона его не видно. И поэтому разговоры там Путина, Медведева, Шойгу о том, что они уже там набрали 280 тысяч контрактников, это пустые разговоры тоже ни о чем. Сергей Олегович, еще одна важная деталь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, тот, который обычно врет, сказал, что на этой встрече обсуждался вопрос размещения северокорейских солдат. Северокорейских солдат возле границ с Украиной. На ваш взгляд, это какая-то очередная информационная пугалка со стороны Кремля? Да, это прежде всего пугалка. Причем это пугалка, которая, в общем, глупая пугалка, потому что Песков таким образом дразнит мировую общественность. Потому что вот если есть вопрос, по которому есть консенсус, вот в организации обменяют нации вообще очень трудно получить консенсус, то есть когда все согласны каким-то решением. Вот консенсус, в принципе, достигается в очень редких случаях. Вот в случае Северной Кореи этот консенсус был или там есть и остается в большой степени. И говорить о том, что вот сейчас какие-то там войска конкретные этой самой Северной Кореи перемещаются куда-то, это очень опасная штука для самой России. Потому что вот западная коалиция, например, всегда говорит, что мы помогаем Украине финансово, политически, дипломатически, гуманитарно и военно. Но ни один наш солдат не будет никогда послан на землю Украины, потому что мы не воюем с Российской Федерацией, мы не хотим с ней воевать. А вот если Путин говорит, что корейские, северокорейские солдаты придут куда-то воевать к границам Украины, это означает, что он эскалирует конфликт и делает его международным. И в этом смысле это не в их даже пользу. Но они люди глупые, поэтому они себе позволяют дать такие вещи. Сергей Олегович, на фоне призыва Европейского парламента к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Александра Лукашенко, стало известно о том, что белорусский диктатор в срочном порядке летит на встречу с Путиным. Скажите, пожалуйста, это очередная демонстрация бурной активности? Или есть какие-то вопросы, возникшие внезапно, которые требуют очной встречи? Да, у Лукашенко всегда есть вопрос, который возникает внезапно, который требует очной встречи. Это Путин, Путин, Трамп, где бабло? Потому что Лукашенко живет за счет денег Российской Федерации. Он Путину разрулил историю с Вагнером в обмен на бабло. А бабло ему не дал Путин. И Лукашенко говорит, Путин, где снаряды? Ну, снаряды ему не нужны, потому что он сам ему отдавал снаряды. А он ему говорит, где бабло? И вот это самая важная вещь, о которой вообще когда-либо говорит Лукашенко с Путиным. Когда ты мне заплачиваешь очередную порцию денег для меня? Остальное для Лукашенко, в общем, это больше такая показуха. Потому что, вы знаете, это очень любопытная вещь, потому что буквально сегодня я проснулся и с утра думаю, а что-то давно не слышно было про Лукашенко ничего. С его стороны, потому что Европейская комиссия, Европейский парламент принял постановление о том, что Лукашенко является соучастником преступлений Путина. Потому что с его территории, его территория была предоставлена Путину до захода, во-первых, 24 февраля с северо-запада на украинскую территорию, там в сторону Чернобыльской станции в частности, для переброски российских войск, для лечения российских войск, предоставил технику, предоставил вооружение и так далее. То есть он является со-билижерантом, со-участником этой войны. И вот это очень важно было. И может быть поэтому, значит, Лукашенко поехал к Путину и говорит, вот видишь, меня теперь назначили официально твоим соучастником, давай бабло. Потому что другой его не интересует на самом деле ничего. Как думаете, Международный уголовный суд в течение какого времени выпишет ордер на арест Лукашенко? И почему это решение было не принято еще тогда, когда выписывали ордер еще на арест Путина? Или это не предусмотрена процедура выписывать сразу же на двух лидеров этот ордер? Здесь нужно понимать, что, во-первых, уголовный суд является нормальной судебной инстанцией. А в нормальной судебной инстанции есть, конечно же, процедуры. И просто так там ордера не выписываются. То есть там не так, что вот там председатель суда встал с утра, поковырял носу и сказал, кому мне сегодня ордер выписать? Ну да, я вот там Лукашенко сегодня выпишу, а завтра там Асаду. Нет, на самом деле, вот я обращаю ваше внимание, что несмотря на все преступления по Женевским конвенциям, Путину не выписали ордера на завоенные преступления. Ему выписали ордер за кражу детей. И только потому, что этот самый Путин дурак сказал в прямом эфире со своей этой самой Беловой, как ее там вторая фамилия, я не помню, якобы, сказал в прямом эфире на камеру, что мы воруем детей. И она сказала, а я не только вот политику воровства детей одобряю, но я себе сама в свою семью своровал даже украинских детей. И вот это, когда они в камеру сказали, вот тогда против них был выпущен этот самый ордер. Потому что это было публичное признание в совершении тяжкого военного преступления международного. А все остальное надо доказывать. Потому что суд не может просто так, даже если у него есть все основания, даже если собираются доказательства. Это очень долгая процедура. И поэтому против Путина, кстати, нет, например, обвинения в геноциде. Очень много международных организаций и даже стран, которые отказываются рассматривать войну Путина в Украине как геноцид. Он уже отказался рассматривать. И так далее. То есть на самом деле, и это, вы знаете, вот это, конечно, очень вещь, которая очень не нравится, я понимаю, в Украине. И раздражает людей, и настраивает их негативно. Но надо понимать, что западные коалиции – это все демократические страны. В демократических странах вот и в них отличие как раз именно в том, что там вот у Путина можно. Вот он позвонил Бастрыкину, и все, и раз тебе уголовное дело. А потом тому же самому Бастрыкину вот 24 июня он сказал, ФСБ открыло уголовное дело против Вагнера и Пригожина в совершении мятежа и государственного переворота. А потом тут же, в тот же день, Пескоп сказал, а дело закрыто. То есть это вот возможно, в диктатуре такое возможно. В правовом государстве такое невозможно. И в правовом государстве именно потому, что западные государства правовые, цивилизованные. Именно поэтому, кстати, Ромафоса, например, который вякнул, сказал, что мы Путина приглашаем в Южную Африку. А ему тут же генеральный прокурор и председатель Верховного Суда Южноафриканского сказал, мы не можем его пригласить, потому что если мы его пригласим, мы обязаны его арестовать. И Ромафоса заткнулся и сказал, что не надо к нам приезжать. А потом Лула также сказал, пока я президент, Путину гарантируется безопасность. А ему сказали тут же генеральный прокурор и председатель Верховного Суда, что если ты так будешь продолжать, то ты недолго останешься президентом, потому что мы тогда тебе импичмент устроим. Потому что нарушение международного договора и несоблюдение международных, открытое несоблюдение международных норм, это нарушение Конституции и уголовного права в Бразилии, в демократическом государстве. И Лула заткнулся тут же, тут же заткнулся. И это надо понимать, что на Западе нельзя в демократическом государстве, чтобы какой-то человек, допустим, фон дер Ляйен вышла и сказала, а мы Путина завтра арестовываем, уже все, бригада, все, и уголовное дело открыто. Нет, так нельзя. В суде международном нужно долго-долго доказывать. И тем не менее, кстати, его очень сильно все боятся. Вот, кстати, поэтому даже американцы не хотят подписывать римский статут. Кстати, я должен сказать очередной раз, и это очень важная вещь, но тем не менее, я понимаю, что она не всем нравится в Украине, особенно вашему руководству, но я ее скажу, что Украина подписала присоединение к римскому статуту, но не ратифицировала римский статут. И поэтому в этом смысле, когда вот украинские люди говорят в СМИ и политике, говорят, а как же Путину вот там или Лукашенко, значит, не выдан ордер. А вы, ребята, сначала у себя в Верховной Раде ратифицируйте римский статут. А вот потом мы с вами будем говорить о соблюдении западными странами и международным уголовным судом каких-то процедур. Вот закончите сначала процедуру присоединения к римскому статуту. Вот Армения ее торжественно объявила. Пашинян объявил, что все, Армения закончила всю процедуру. Вот, а Украина до сих пор не закончила. И поэтому все разговоры, кстати, по поводу уголовного международного суда в ГААГе с украинской стороны пока что значимы только наполовину, потому что вы сами не ратифицировали римский статут. Да, действительно, продолжает удивлять премьера Армении Пашинян. Последние его заявления, последние его действия. Многие уже даже подзабыли, что он присутствовал на параде 9 мая в Москве. Давайте с вами обсудим то, о чем сказал или написал Олег Дерипаско. Он заявил, что Россия переживает период серьезных перемен, сравнимый с тем, что происходило в 90-е. Но в отличие от событий 30-летней давности отсутствует понимание того, куда движется страна. В 90-е годы все знали, куда мы идем. Сейчас это, походу, в неизвестность. Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает. Он напомнил, что после развала СССР у всех была какая-то ролевая модель. Мы хотим быть как в Швеции, порядок, чистота, законы. Хотим быть как в Германии, эффективность, надежность. А теперь же, по его словам, образ будущего немного размыт. И это является фактором, который сбивает людей. По мнению Дерипаски, экономическая модель госкапитализма, которую Путин строил с 2008 года, стала глубоко ошибочным выбором. Интересное заявление Дерипаски, потому что это можно интерпретировать как прямую критику Путина. Да, конечно, это очень интересное заявление, потому что, конечно, оно обтекаемое, немножко, не совсем, глубоко, множко даже все это дело неправильно. Но это интересное заявление, потому что оно идет изнутри, потому что оно отражает на самом деле все то, что думают все олигархи вокруг Путина. Это думают все олигархи. Потому что, на самом деле, Путин отстроил модель, которая не устраивает, в том числе, и самих олигархов. Потому что Путин начал восстанавливать государственный монополистический капитализм внутри Российской Федерации. Кстати, в этом смысле очень смешно было, когда Ким Чен Ын и Путин там осуждали какой-то империализм. Потому что Путин стоит во главе империалистического государства. И, кстати, по понятиям севернокорейским, он является врагом Чучхэ и врагом вообще всей идеологии Чучхэ. Потому что вот у них совсем все по-другому. Там у них не может быть богатых государственных каких-то олигархов. Они их расстреливают. И в Китае, кстати, тоже начали частично их расстреливать. Но это так, мягкое отступление. Но на самом деле, конечно, это важная вещь, потому что это все то, что всем понятно. Это понятно всем экономистам. Это понятно всем людям, которые работают в российском бизнесе. Это понятно всем людям, которые пишут на эти темы. Это понятно просто даже людям, которые ходят в магазины, изучают, читают газеты и так далее. Но, тем не менее, Путин, так сказать, строит эту модель, потому что эта модель его устраивает. Потому что модель, он построил банановые республики, верхние вольты с ракетами, советскими ракетами. Потому что Российская Федерация превратилась в государство, которое живет на природной ренте. А когда у вас, вы живете на природной ренте, то вам и не нужно развивать никакой государственный капитализм по-настоящему. Потому что сидите на крантике, на бензоколонке, значит, обезьяна с гранатой, которая сидит на бензоколонке. Кто из американцев это сказал? Я не знаю, то ли Байден, то ли еще кто-то. Вот какой-то высокий довольно человек американский. Вот Путин – это такая обезьяна, которая сидит на автозаправке и с ядерной бомбой. Вот, и все. И говорить о каком-то эффективности экономической, конечно, очень трудно. И тем более, что вот обратите внимание, это я всегда говорю, когда Путин выступает на какие-то экономические темы. Все-таки у меня первое образование экономическое. И человек, вот то, что говорит Путин, это было бы интересно, если бы он это говорил в 2000 году. Если бы он это говорил в 2001 году. Это человек, который 24 года правит страной. И на 24-м году правления, когда он говорит, а нам, вот у нас тут надо было бы там чего-то. А где ты был 24 года? У тебя за 24 года там по разным оценкам Российская Федерация заработала на этой самой бензоколонке, а также на прочих всяких сырьевых вещах, там от 5 до 10 триллионов долларов. Вот где эти все 5 или 10 триллионов долларов, которые вложены были в инфраструктуру, в снос сталинских бараков, в снос хрущевских пятиэтажек, в строительство каких-то новых современных, современной инфраструктуры в Российской Федерации. Ничего этого нету. И Путин на 24-м году говорит так, как если бы он только что вот сегодня пришел к власти, и он говорит, ну да, но тогда у него еще было такое... Он дал этот президентский портфель, но уже далеко не 99-й год. Конечно, и самое главное, что тогда у него еще было право, потому что, ну, понятно было, что действительно в 90-е годы у Российской Федерации денег просто не было. Бюджет был пустой. Пенсии не платили, зарплаты не платили. И при Ельцине, кстати, с тем же самым Чубайсом, да, там они пытались сделать какие-то реформы. Реформы, в принципе, структурные были там не такие плохие. Их все равно в любом случае надо было проводить, потому что Советский Союз не мог существовать дальше, и там Россия не могла существовать дальше с теми моделями, которые были при Советском Союзе. Но денег не было в бюджете, ничего не работало. И когда Путин пришел к власти в 2000 году, он мог критиковать своего предшественника и говорить, что вот там недоделано это, недоделано это. Вот сейчас доделано, потому что у меня сейчас бюджет наполнился, у меня теперь денег, ешь их, чем хочешь, включая там самые неприличные части тела. А что сделано? 24 года прошло. Поэтому я вам говорю, что очень символичная вещь – это космодром Восточный. Вот встречается на космодроме Восточный, вот заложили его в 2004 году, отставание от сроков строительства на 10 лет сейчас уже, на 10 лет при Путине, при Путине на 10 лет. Пересажали все руководство спецстроя, сменили все руководство Роскосмоса 6 раз, и спутник Луна разбился торжественно на планете, на нашем спутнике Земли. Вот и все. И точно так же путинская экономика – это вот спутник Луна-25, который запустили, да, запустили, со старым советским ракетоносителем Союзом, да, модернизированным. Но он разбился о Луну. И вот точно так же путинская экономика на 2024 году его правления разбивается, потому что все неэффективно. В завершении нашего сегодняшнего эфира, Сергей Олегович, давайте вот о символизмах поговорим и продолжим. Я думаю, что вы видели вот этот кусочек, когда корреспондент спросил у Сергея Шрибу, министра обороны России «Победи», он так многозначительно развел руками. Правда, я уже сегодня утром увидел продолжение, вот, правда, не смог посмотреть со звуком. Вот как вам этот яркий все же эпизод? Ну, вы знаете, человек, который, говоришь, 6 плюс 6 – 11, что вы хотите дальше? Ну, он победит, конечно, победит, да, конечно. Вот это вот как Будённый, который там после готовился к танковым битвам, значит, кавалерист Будённый готовился. 20 тысяч бронемашин уничтожено, на секундочку, 543 танка, это мы делаем отсылку к тому, о чем начинали с вами сегодня говорить. Ну, вы знаете, по этому поводу, значит, вот я им уже имел возможность это сказать, но повторюсь. Среди всей этой банды людей, которые рассказывают какие-то сказки, только один человек является рациональным. Это Коношенков, как это ни странно. Потому что у Коношенкова есть конкретный результат его вранья. Вот когда он начинал это вранье в прошлом году, у него была одна звездочка на генеральском погоне, а сейчас у него две звездочки. То есть он стал генерал-лейтенантом. То есть чем больше он врет, тем больше у него прибавляется звездочек на погоне. Он просто умеет хорошо читать суфлера. Конечно. И ему хочется получить третью звездочку на свой погон. А потом даже большую звездочку генерала армии. Вот и все. И с ним все понятно. Потому что у него конкретная цель. Вот мы результат этой цели видим. Была одна звездочка, осталось две. А у Шайгуто мы результаты никакого не видим. И мы результаты никакого не видим. Я ни на что не намекаю. А у Пригожина сколько было звездочек? Три? А у Пригожина было три звездочки. Да. И ему полагался, кстати, армейский салют, похороны там и так далее. И вот ни одна не сработала. И, кстати, я вообще удивляюсь, как это руководство Луганской и Донецкой народных республик не приехало отметить похороны национального героя их республик. Не устроило траур в Луганской и Донецкой области. Это ужасно совершенно. Ужасно. Ребята, вы пасечник и этот самый второй... Душилин. Пушилин. Пенис Душилин. Славу Володину передаем, да? Да. Как же так, ребята? Вы это самое... У вашего героя тут погиб смертью храбрых на территории Российской Федерации в 50 километрах от резиденции Путина. Даже не на войне, не на фронте. А вы ему не устроили национальный траур в ваших замечательных республиках. Это просто какая-то недоработка. Ну и Путин. Ну, в общем, мы с вами потроллили, поехидничали. Все все поняли. Сергей Олегович, на днях известных... Вадим, Вадим, подождите. По этому поводу у меня родился, конечно, естественно, тут же, когда вы меня спросили про звездочки. Помните карнавальная ночь? Пересмотрите там, значит, историю с лектором, да, который говорит, посмотрим на небо и видим звездочки. Три звездочки, четыре звездочки, но лучше всего, конечно, пять звездочек. Класс, класс. Сергей Олегович, на днях известный профессор, доктор исторических наук Валерий Соловей заявил о том, что Путин эту осень не переживет. Какие у вас есть данные, сведения и что по этому поводу говорит, Виктор Михайлович? Ну, он говорит то же самое, что у Валерия Дмитриевича. Он говорит, что да, у них там Путин умирает от рака и так далее. Но одновременно он говорит, что у него есть все медикаменты, у него есть очень хорошие врачи и двойники. Поэтому, если, так сказать, вопросы есть какие-то по поводу этих заявлений, то это лучше к ним, к Виктору Михайловичу и к Валерию Дмитриевичу. Вот, я то, что увидел на встрече Путина, и на форуме, и на встрече, самое главное, с Ким Чен Ыном, где, с моей точки зрения, был настоящий Путин. И там, и там. И я обращаю ваше внимание то, о чем я говорю уже полтора года. Канал Генерал СВР пишет о том, что на встрече с Ким Чен Ыном был как раз двойник Путина. И когда Ким Чен Ын об этом узнает, ему доложат, что с ним встречался не настоящий Путин, то это будет очень и очень большая обидка. Ну, об этом пишет телеграм-канал Генерал СВР. Значит, я договорю свою мысль, что я считаю, что это настоящий Путин. И у Путина настоящая проблема реальная есть, о которой я давно говорю. Он, настоящий Путин, не может сказать ни одной фразы, не закончив ее кашлем, откашливая. То есть у него какая-то явная проблема с горлом. Я не исключаю, что у Путина может быть закончится все это дело раком горла. Но в отношении того, что вы сказали заявление и Виктора Михайловича, который известен как генерал СВР, и Валерий Митчислович, профессора бывшего МГИМО, у которого есть свои телеграм-каналы, очень популярные, которые очень известны. И надо забывать, что и тот, и другой официально себя считают членами группы товарищей, которые борются за политическую власть. И поэтому вот я перед вами выступаю как эксперт и даю вам свое объективное видение ситуации. Я не участвую в политической борьбе. Я не претендую на политическую... Я троллю иногда этих людей, но просто потому, что у меня чувство юмора развития. Я не могу себе отказать, вот как с этими звездочками, вспомнить какой-нибудь там старый советский анекдот или старый советский фильм. А Ивалий Дмитриевич Толовей и Виктор Михайлович занимаются политической борьбой. И поэтому их заявление нужно рассматривать именно в этом контексте, что эти люди занимаются политической борьбой. И поэтому точно так же, как, допустим, Кирилла Буданов, начальник военной разведки, когда он выходит на публику, записывает какие-то вещи на публику, он тоже занимается ИПСО. Это всем понятно. И Бернс, директор ЦРУ, который выходит на публику, он занимается ИПСО. И поэтому это не экспертные заявления, а это заявления политические. И поэтому рассматривать их нужно именно в этом контексте. Сергей Жирнов, экс-сотрудник КГБСССР и службы внешней разведки России, был сегодня вместе с нами на Политэк. Сергей Олегович, огромное вам спасибо за эту беседу, за этот эфир. И также благодарность абсолютно всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. И также призываю всех подписаться на авторский YouTube-канал Сергея Жирнова в YouTube. До новых встреч и берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok